Так, ну это у нас Эрнест Осташев, у нас уже нахваленный, популярный наш помощник в покупке автомобилей, в выбивании хорошей цены, в торговле, ну в торговле с поляками, да, выторговать цену. Вот, куча вопросов есть по поводу того, как, где лучше покупать машину, как там с ней потом в Украину или с украинской машиной сюда, как, короче, я в этом ничего не понимаю, Кристина тоже, поэтому мы... Всем добрый вечер, или там, любое другое время, в котором вы находитесь. В принципе, я хотел поделиться информацией, которую знаю на сегодняшний день, для того, чтобы облегчить покупку автомобиля именно в Польше. Что хочу сказать, что рынок очень насыщенный автомобилями, в принципе, в ценовом диапазоне за 5000 долларов и чуть-чуть выше, допустим, до 7 можно купить хороший автомобиль немецкого качества или французского, допустим, Ужеван, так сказать. Вот, автомобилей очень много, поэтому рынок тоже и захламлен. Можно взять хорошие, можно взять не очень хорошие. Для этого, как бы, если вы не разбираетесь, то, конечно, лучше использовать там своих товарищей или еще кого-то для того, чтобы помочь купить автомобиль. В общем-то, выбор автомобиля идет по интернету, для начала, и по автостоянке, которая находится в городе Кракет. Сразу отсеку вопрос для того, чтобы ехать в Германию, не ехать, и я вам сразу скажу, чем, допустим, выше ценовый диапазон покупки автомобиля, тем выгоднее, как бы, ехать. Но когда посчитаешь расходы, незнание языка, дорогу туда и обратно, риски, я бы не ехал, честно. Не ехал, в это не вижу смысла. А чем меньше, где-то до 5000 долларов, цена в Германии будет стоить 4000 евро или там 3500 евро, разница, где-то 700 евро, чтобы вы понимали. Ехать в Германию за 700 евро за экономию, кто на то и владеет. Поэтому вот так вот. Здесь выбор достаточно, в принципе, большой автомобилей, и они достаточно в некоторых местах хорошо приготовлены для продажи. То есть можно выбрать достойно, так сказать, приготовленную, почищенную, отполированную машину. На стоянках их готовят, да? Да, готовят на стоянках. Но вы должны понимать, допустим, если вы видите цену дешевле... Слышь, ты его смотрю, когда покупал. Ну, а я помогал тебе из-за всех сил. Дешевле. Это значит, однозначно, поляки потом вам скажут, вы видите, за что покупали. То есть, если, допустим, Марионак предлагает, допустим, ну, такие ходовые модели, как, допустим, Фельсвабель, Гольф на сегодняшний день, или, допустим, Мажда С6, которые заполнены, в принципе, потому что они являются автомобилями брендовыми, хорошо продаются, мало ломаются. Им такие надежные лошадки, в принципе, люди этот самый. И для того, чтобы приобрести автомобиль, нужно знать, для чего вы хотите это сделать, в первую очередь. То есть функциональность. Или это путешествия с семьей за городом, или это поездки каждодневные по городу, в котором пробки и все остальное. Поэтому здесь тоже вопрос очень такой интересный, как бы, для того, чтобы правильно выбрать автомобиль. Как можно часто и долго ездить в Украину. Если хочешь машину и вейти визу, там, 90 или 180, или 365, вы имеете право 10 дней заехать в Украину и выехать сразу 10 дней. Если вы заехали больше 10 дней, машина уже нелегально находится на территории Украины, надо будет ее, как бы, растамаживать. При покупке автомобиля регистрация проходит очень четко, там ролики есть не только у Володи, но... Значит, вы приходите с актом продаж, купля договора, который выписывается на комиссионном майданчике или у хозяина. На формате А4, с левой стороны данные хозяина, с правой стороны ваши данные. Записали, расписки свои поставили, подписи, денежки посчитали, все. Это называется купля-продажа. Все это купля-продажей, с номерами от машины, заходите у Жонт Величко 28, да, третий этаж налево, там, три кабинета. Даете свой паспорт, куплю договор, номера, все, 10 минут в окошко. И проплачиваете, значит, так, по проплатам. По Польше, если вы приобретаете машину, допустим, в Кракове на сегодняшний день, цена регистрации 80 злотых. Если приобретаете польскую машину, то до 400, там, в зависимости от того, есть там карта поездов, то есть диагностика, так называемая, в Украине и все остальное. Если приобретаете машину из-за границы, тут очень много поляки привозят машин для того, чтобы они просто продавались. Машины идут с Бельгии, с Австрии, с Люксембурга, очень много, Франция и Германия. Они просто приезжают на этих номерах, которые есть иностранные. Ну, как на Гротору Юцкого, там, да. Значит, регистрация сразу увеличивается до 2000 долларов, ой, злотых. 2000 злотых пользуется регистрация. Одна только регистрация, то есть акциз 2% платится акциз, этот автомобиль. Но поляки, в принципе, хитрые, с ней можно торговаться. И этот акциз платят они, получается, 2%. А ты только платишь за регистрацию. Значит, что входит в регистрацию? Техталон, который стоит 80-400 злотых. Потом, получается, страховка, обеспечение называется, стоит 1000 злотых. Потому что, ну, я говорю для обывателей, которые только приехали, хотят купить. Почему 1000 злотых? Потому что это обязательная страховка, которую вы не имели раньше, то есть у вас нету скидок, поэтому она и берется по максималке. Если по желанию клиента, можно еще купить каско. Каско, получается, еще 700. А то, то есть у нас перед этими... Да, перед этими лицами каско. То есть полное ответственное. Значит, получается 1700, и, грубо говоря, 100 или 400. То есть, 2200, это регистрация автомобиля, вам обойдется краковского, польского, который здесь находится. Если пригнанный 2%, ну, некоторые поляки, конечно, стараются вешать это на не знающего покупателя. Давай, давай, быстренько, все хорошо, и мы тебе поможем. Кто знает, как бы упираются, а этого не делают. В принципе, да, поэтому такая экономика. Или кому помогают. Да, или кому помогают. Поэтому, ну, вот так вот. Люди, в принципе, как бы обращаются. Можете обращаться ко мне, можете обращаться к Володе, телефоны есть. Как происходит выбор автомобиля? Вы сами ищите его по интернету, или скидывайте, допустим, ссылку мне. Я тоже ищу, благодаря знанию языка, я звоню полякам, договариваюсь о встрече, спрашиваю, в каком состоянии находится автомобиль. То есть, в общем-то, договариваемся в эти все моменты. Вы просто можете присутствовать при этом самом, и все. Ничего не говорите. При сделке. И говорить, да. Так и так. А вот, когда на украинских машинах сюда приезжают, то какие нюансы там есть? Украинские машины, пока виза есть, можно кататься. Вот у ребят, допустим, та же Оля, она катается на криворских номерах. То есть, у Польши получаются другие правила, да? Если вы хотите дольше кататься в Украине на польских номерах. В Польше, в Польше. Не-не, подожди. В Польше, в Украине, на польских номерах. А, так, давай, так. Вы должны иметь, так сказать, карту побыта, или видно временное жительство, на проживание в Польше. И поэтому вы можете кататься 30 дней, до 30 дней, по-моему. Но какая-то информация там привативчивая, говорите до 60 дней. И еще ходят такие слухи, я не знаю, что если ты открыл компанию в Польше, оформил машину на свою польскую компанию, тогда ты можешь долго ездить в Украине. Поначалу нет, допустим. Если у тебя, допустим, у тебя виза, и польская компания, нет. Если ты получишь первую карту побыта, и есть регистрация, есть какая-то печать, которая ставится, или в Варшаве, я не помню, или можно от Ракови даже по сути. То есть, они ставят тебе печать в паспорте, что ты являешься как бы уже с видом на жительство, ты уже живешь в Польше. Ты не просто заехал сюда по делам компании, потому что ты можешь приехать с визой по делам компании, и все. И только с этой печатью в паспорте ты можешь кататься в Украине 30-60 дней. Ну, опять же, противоречивая информация. Ну, 30 дней достаточно будет. Лучше купить здесь машину и кататься здесь. Да, я абсолютно знаю, Артем. Мы обезли, даже вот обычная проблема купить в пригороде. То есть, допустим, по лесу машину мы берем Краков, плюс 50 километров мы берем радиус для того, чтобы выбрать нормальный автомобиль. Опять же, это транспорт, и надо с кем-то договариваться. Автобусами ты не наездишь. Конечно. Ну, очень удобно в воскресенье, в принципе. Суббота, воскресенье, такие дни, в которые площадки открыты. В субботу до пяти, до шести часов вечера. В воскресенье до трех часов вечера, ну, дня. С поляками можно договариваться, если они заинтересованы, в принципе, в продаже, то они могут прийти и после семи, и после восьмой договаривались, приезжали. Они нас ждали, показывали, в общем-то, идут навстречу. А есть такое же там, где-то что-то обманывают, как-то что-то? Нет, такого как бы обмана я не встретил нигде. Обманывают только может говорить, что машина там не битая, не крашенная, целая от первого хозяина, соответственно. Вот, но на самом деле это не так. Там может быть стекла меняные, может быть где-то окрасы были. Они говорят, тут немножко там пофарбовали, так сказать, капот, маску, там, и чуть-чуть, она оказалась вся покрашенная. Но, в общем-то, поэтому, я же говорю, что лучше. Он собирался надо быть нормальной, чтобы не пришлось продавать последние штаны. А что с этим не так? С этим все в порядке, Томми. Все тип-то. Я только не совсем уверен в выборе цвета. В рамках приюта. Да, дружители общаться, допустим, да, с тем, кто хотя бы сталкивался с автомобилями, знает хотя бы с чего начать, так сказать. Ну и плюс они хорошо торгуются, говорят, что в Европе там 100 евро, все. Нет, 100 евро нет. Мы, я же говорю, сбивали цену и на 900, плюс колеса получилась 1100, как бы на второй сделке сбили там 800 злотых. Как бы мелочь, но оно приятно. Ну, это уже 200 евро и так далее. Хотя, допустим, на автомобиле 28 тысяч мы пытались сбить, у него не осталась цена 28-280, мы пытались сбить у него 1000, он сказал 280 и все. На 28 тысяч, я говорю, слушай, мы покупали за 12 тысяч, нет проблем, нам 900 скинули сразу же. А ты, я говорю, хочешь на 28, нам 300, а вся машина крашеная. Ну, там был класс BMW X5, человек вот захотел, мой товарищ. И человек такого класса. Макс, да, своего рога крытый, он перебил. Сейчас мы ему ищем, опять, автомобиль уже. Объездили пол Кракова. Вот хочет X5. Кто еще тут найдет? Да, точно. По правам вопрос еще. А, кстати, да. Вот, допустим, у меня украинские права. Не знаешь, как? Отметка, что ты говорила, правильно по правам там получается, надо ставить здесь, они ставят. Говорят, что нужно переучиваться, как бы, идти туда и пересдавать. Экзамены сдавать. Может быть, свою карту, экзаменационную карту свою, ты покажешь экзаменационную карту свою, берешь свои права, берешь свой паспорт. Ты можешь пригласить на вождение, просто, допустим, проехаться на вождение. Таким образом, ты подтверждаешь квалификацию езды на автомобиле. Я думаю, на сегодняшний день, как бы, этого достаточно. Но точно не знаешь, да? Точно не знаю, да. Как это надо узнавать. Хотя с правами, есть ли они последние образца? Да. Перед подъездом. Я думаю, что европейские образца, там, 50-50 лет на них, по-моему, 40 годности. Этих права можно ездить спокойно, не бояться. Хотя лучше, да, как бы уточнить этот вопрос. У меня все. Супер. Ну, я думаю, что там вопросов еще у автолюбителей будет много. Под видео оставляйте. Мы оставим твои контакты, там, Facebook или почту, как скажешь. Под видео есть контакты, напрямую задавайте, не перегружайте. Да, просто если много информации, она, может быть, не воспримется, так как бы, что-то было бы подумать. В общем-то, мы открыты, готовы помогать украинцам приобретать хорошие автомобили. То есть, честно, есть где покопаться, есть что найти. Особенно сегмент взять, допустим, популярный вам сразу. Скажу, допустим, популярные автомобили немецкие. Они хорошо покупаются, они хорошо продаются. И опять же, если хотите купить автомобиль, это надо искать, короче. Хороший автомобиль, он может быть 3 дня на сайте висеть, 2 дня, 2 часа. То есть, перекупщики не спят, они тоже мониторят, они тоже ищут. И есть, допустим, у меня знакомые уже по Кракову, которые, поляки, которые возят машины с Австрии, с Люксембурга. Можно просто показать фотографию. Ты же хочу эту машину. Хорошо, обговаривается цена, допустим, там у нас 3 тысячи евро стоит. Он говорит, 300 евро мои, плюс доставка, посчитали, допустим, там 3 800 или там 3 500. Как договоришься? Все, машина будет здесь, ты спокойно себе спишь, ее пригоняют, смотришь. И ты уже на автомобиле через 2 дня с краковскими номерами. Да, платишь 2 тысячи, этот самый, эксцесс, и все это уже на номерах на краковских. Да твои деньги любые капли все равно. Еще такой маленький вопрос. Техпаспорт, получаете при оформлении машины, всегда получаете техпаспорт временный, в течение 10 дней получаете техпаспорт постоянный. Выезд на Украину с временным техпаспортом невозможен. То есть поляки могут выпустить, украинцы нет. Машина считается снята с учета на этом техпаспорте. Сколько можно ездить на номерах, которые вы приобрели, немцев, допустим, или австрийцев тоже, не более 10 дней. Поляки на этих машинах не ездят, они их держат на автостоянках, и передвигаются только в случае необходимости до пункта переоформления автомобиля, и все. То есть 10 дней максимум, на иностранных номерах можно ездить. 10 дней надо продолжать. Только регистрация, да. В принципе, такая информация, я думаю, достаточно. Я думаю, да. Окей, тогда мы Эрика очень рекомендуем, потому что мы уже слышали отзывы от разных людей. Мы стараться просто... Да, непроверенных людей мы в эфир не пускаем, не рекомендуем. Поэтому советуем, и много можете сэкономить. Окей, еще увидимся. Я все путаю, просто имена для меня очень похожи. Так, значит, Эрик. Эрик, подожди, Эрнест. Да, да. Подожди. Эрнест. Эрнест. Эрик. Эрик, все, что я принимаю. Что мне потом делать? Все тоже. Короче, да, я просто... Полная и короткая, да? Так, как вырулить? Окей, тогда Эрик. Эрик. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова